вот такой вот два раза в неделю здесь по моему базарчик здесь можно купить какие-то тряпки но товар здесь скажем так все равно китайский хотя и есть вот такие бусики женщины очень любят это уже из разряда сувениров всяческих я хочу сказать что французы все-таки умеют в это все применять на себе это меня восхищает в местных женщинах они умеют что-то невообразимое на себя нацепить и это будет всегда смотреться наши девчата почему-то когда ты от них отвык вот выглядит пусть не обижается очень вульгарно все на показ агрессивная сексуальность эротизм он везде есть главное уметь уметь его показать но у нас у нас нет эротизма в женщине у нас есть именно агрессивная сексуальность то есть мы показываем ногти губы прически вот и естественно как можно больше обнаженных частей тел которые здесь не принято показывать вы даже вот посмотрите как люди одеты люди одеты очень просто очень просто причем здесь половина людей у которых очень серьезные доходы здесь никто это не выпячивает наружу вот никто здесь не течется стараются европейцы прятать свои возможности финансовые поэтому я не не совершенно не ошибусь если половина этих граждан это достаточно состоятельные люди тем не менее никто не заморачивается сильно так внешним видом и наших очень очень сильно видно со стороны именно по той причине что мы все-таки внешнему виду придаем даже слишком много значения мы так много ему придаем значение что за этим фасадом обычно ничего и нет к сожалению по большей части вот конечно если женский пол какой-то будет смотреть то что я здесь наснимал они начнут возмущаться это достаточно неприятно слышать но тем не менее когда видишь наших среди них вот ты понимаешь что это выглядит нелепо по крайней мере а в худшем случае вульгарно то есть это такой вызов очень любят они легкие ткани вот такие вот всячески применяют на себе видите оно такое все неказистое кажется какое-то трепье не могу это описать я сам не умею одеваться потому что я никогда не уделяю этому никакого внимания на это нет ни времени ни желания но тем не менее кстати сказать сегодня воскресенье мне надо поспешить что-то купить покушать либо сегодня будем пиццей питаться потому что магазины быстро закроется что это у нас это у нас реклама эпиляции да пардон женщины женщины только что убирали волосы с ног я конечно что-то порежу из того что нас снимаю но снимать буду все подряд а потом уже будем выбирать хотя я сторонник всегда чистоты эксперимента то есть текст такой какой он есть такой какой приходит на ум в данную минуту без правок подтираний и всего остального до футбол у них очень популярные конечно на той стороне дороги всяческие кафе ресторанчики отели вот здесь это вообще-то набережная это песчаный пляж на котором в общем то я и буду проводить время это пляж публик потому что есть еще пляжи которые привязаны к отелям я вот специально не выключая камеру так как вы как зритель просто идете вот точно так же как я иду по улице там чуть чуть дальше будет лотки с едой возможно мы там чего нибудь сейчас купим для того чтобы до конца дня не протянуть ноги ну и в море прямо сейчас нырнуть не могу я не готов да ну когда я когда я уже зайду свою квартиру естественно первое что я сделаю пойду купаться посмотрю как там будет возможно возможно возьму с собой телефон вернее я его расцениваю как камеру да кстати я уже недалеко от места приписки он пирс возле которого я буду купаться дождь прошел я потом буду подниматься дальше я так стараюсь обходить людей чтобы ни с кем не столкнуться все таки у айфонов стекло хрупкое вот не иду сквозь толпу но скажем идем вот человек рекламу делает как нужно убирать подвидительно рассказывает они умеют как вы видите они умеют преподавать видите но ерунду-человек рассказывает на самом но как увлекательно как выжимать на на женщина она производит впечатление видите он артистичен этот человек вот он рассказывает я потом вам переведу он говорит в общем кратко о том что это дешевле в итоге чем швабра и тряпка которую вы видите смотрите сразу девушки сразу девушки выручают и все текает это просто супер по моему это забавно хотя есть некоторые которым благополучно чухали и они в кошельках ищут место вот особенно пожилые женщины как мы видим расплачиваются за представление и я хочу сказать что этот вот такой маленький момент он очень характеризует французское общество это общество коммерциальное они умеют преподать они умеют показать они умеют продать это преподнести как мы видим простой продавщик продавец швабр по моему так здорово охмуляет публику и мы идем дальше вот здесь я вам покажу монумент посвященный африканским солдатам в анголе по моему или еще где-то я не помню ну африканско французским африканским солдатам да вот у нас замечательный такой у них очень много вот таких фонтанчиков всяческих каких-то таких причем они довольно нестандартные надо признать что они не делают типичный каждый городок предпочитает вот вот они это первая мировая да да это в составе французской армии монумент первой мировой войне которые участвовали вот значит министр обороны франции и город фрежус посвящает ну вот товарищем из африки которые воевали что называется пур ля франс вот они герои французской республики естественно команду еще не в белый что довольно прикольно выглядит бедняи солдаты умирающие по приказу хотя сейчас я вам хочу сказать здесь народ очень сильно зажался я имею ввиду именно наших друзей из африки мыло вот это мыло настоящее дорогое вот половина из него самодельное мыло вот это брикеты как вы видите да это как наше хозяйственное мыло кстати наше хозяйственное мыло на самом деле это очень хорошее мыло чтобы вы знали здесь во франции оно не дешево стоит аналог нашего обычного хозяйственного мыла потому что оно на самом деле меньше всего вреда приводит переносит кожи как я слышал от человека который в этом разбирается я сам не утверждаю за что купил зато и продал у нас путешествие уже 12 минут насчитывает но я все равно не выключаю камеру для того чтобы было вот это вот первое вторжение мы уже кстати во фрижусе ну не в центре фаэля мы уже во фрижусе и вот счастливые обладатели швабр которые только что втюхал товарищи там впереди если вы видите тоже такие ярко зеленый бардон ярко зеленые штоки швабр еще раз хочу сказать вроде ничего необычного но обращайте внимание на народ как держится вот потому что первое впечатление я помню даже по себе когда я попал они достаточно правильные на самом деле то есть и мне это все уже примелькалось у меня нет новизны восприятия а у вас она будет как мы видим солнышко потихонечку выступает мне уже очень жарко вот и я думаю море теплое про теплое или не теплое море я вам естественно расскажу отдельно так я вот только не помню где я должен свернуть своей квартире возможно уже я недалеко ну память идет обновление памяти скажем так зонтики кстати в прошлом году тоже по 5 евро были покупали мы зонтики как какой-то день был дождь я думаю ничего там сверхнового больше не появится да вот так оно и будет я займусь тем что все таки найду свое место пребывания куба пляж вот по моему это здесь здесь будет мой пляж да вон все мой поворот есть значит я почти дошел значит я все таки дойду с вами вместе вот сумочки плетеные не знаю как во франции продается косметика да тем более такого плана по евро вот наверное как то продается вот платки платки они умеют нет это не платки прошу прощения это какие-то покрывала так мне туда мой дом там ну вот я иду свою квартиру всем привет встретимся на пляже